всем привет канал ситрежа hunter приключения жабадава или приключения жабадава сегодня у нас обзорчик товаров с известного китайского сайта назовем его алик для камеры gopro дома обзор я не успел снять поэтому снимаю его на работе уже как вы видите по видео на канале я работаю в море камера была приобретена весной этого года и то что в процессе меня не хватило я заказал на контракте на сайте на китайском и все пришло в течение лета осени все получено ну начнем с первого это у нас чехол для камеры чем не не устроил родной у родного невозможно открыть крышку чтобы зарядить камеру китайского есть большие вырезы открываешь крышку не помню честно говоря сейчас не могу увидеть с какой стороны ладно фиг с ним открываешь крышку и вставляешь зарядное устройство вот кто-то писал что можно заранее открыть и потом вставлять зарядное когда тебе удобно удобно но ввиду метеорологических факторов мне это неудобно поэтому мне открыл вставил зарядил необходимо закрыл поехал дальше батареи дополнительные есть отдельный обзор на эту фигню у меня на канале не купитесь на цену и не купите эту фигню батареи просто отстой ничего рассказывать не буду можете посмотреть видео в котором все сказано как они работают дальше крепление на плечо в одном из городов европы а точнее в андверпене я ходил и головное крепление я умудрился приспособить как плечевое со звуком конечно непорядок у меня нету отдельного микрофона но удобно снимать получается хороший ракурс наверное нужно расположить просто камеру у меня было на правом плече наверно возможно она левая к микрофону вот что дальше естественно это у меня не полный комплект докупил дополнительно крепление потому что крепление уходит везде я креплю камеру на мостике на лобовое стекло назовем его на передний иллюминатор для снятия видео режиме тайм лапс и тайм ворп сами понимаете один раз приклеил потом оторвешь и уже такой сцепки не будет повторно поэтому нашел комплект порядка 16 штук комплекте рублей за 300 и заказал два набора с собой взял небольшую часть также взял вот такое крепление это у нас получается дополнительное крепление с веревкой то есть если закрепил камеру в одном месте на такое крепление и еще как дополнительное крепление крепишь сторонки подвязываешь его веревкой мало ли если это отлетит то у тебя будет вторая защита дальше универсальное крепление крокодил поворотная не знаю почему-то посчитал я еще не пробовал потому что родной меня не устроила родной на кепку на кепку на каску на рабочую она слетает просто вылетает единственно что можно на бейсболку сзади бейсболку развернуть и вот так она будет держаться но мне это не подошло я решил попробовать вот такое универсальное еще и с поворотным механизмом проходил такой с поворотным механизмом попробуем расскажем как что как тут хоть сразу видно крепление полностью можно на кепку хоть куда его примастырить так это мой дальний дальний говорю давнишний бзик был еще когда сам не снимал бы смотрел других ютьюберов когда они ходили в таких кепках с креплением на лбу для камеры для крепления камеры гоупро знаю что это ерунда что это просто просто кепка вот сами вы можете видеть все мнется там никакой подложки нет просто пробита забыл уж как назвать штуки и прикреплено крепление никакой жесткой опоры нет пробовал камера болтается но если не махать головой сильно а делать не динамические допустим какие-то статические даже даже какой-то обзор вот так вот снимать то вполне себе неплохо получается вот такую штуку я еще приобрел гусиная шея 8 косточная женется но вот видите сразу по звуку и минус то есть я пробовал снимать видео и захват хороший захват мощный я пробовал снимать крепля и крепил его на коляску на детскую держится хорошо но в процессе ходьбы эти есть звук и все это реально отражается на видео все это гремит громыхает и мешает просмотру но думаю что если допустим снимать голову него про таймлапс видео с улицы когда звук не нужен то вполне подойдет то есть где-то закрепить на судовую конструкцию на мачту еще где-то в интересном месте повыше на мачту подняться в район радаров навигационных огней и закрепить ее для съемки видео то я думаю что с помощью ее можно будет снимать хорошие кадры вот в принципе и все вот вся эта ерундистика кроме гусиной шеи власть у меня сумку тули для аксессуаров gopro все это пакетики лишние все это выкинется единственно что пришлось отдельную сумку купить для гусиной шеи то мои вожу вот так все же плавит дополнительно и аккумуляторы и даже до сих пор не выкидываю от оригинальной коробки подставку где была камера если кто 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 знает камеру gopro стеклянным колпаком под пластиком она стоит вот на такой подставке которая потом вырывается кто-то выкидывает я ее оставил для съемки ночных кадров помогает так что вот так вот вот скажу сразу это мой был первый опыт заказа на китайском сайте ресейлере и как вот он перепродажники на алике все дошло единственно кепка долго шла порядка трех месяцев были переписка уже была с продавцом думали что она где-то заблудилась по дороге но в конечном итоге все пришло вот такой вот кратенький обзор по аксессуарам если понравилось ставьте лайки пишите комментарии пишите комментариях что вы используете для ваших камер любых неважно gopro других экшен камер какие полезные так скажем ништяки используйте для съемок также можете подписаться на мой канал очень интересно много разной разной информации и про автомобили снимаю и про разные обзоры и поисковый магнит ну и соответственно все что приближено к моей профессии к морю походы в города морские просторы и разные прочие интересные что всем пока